Трехлетнее строительство эстакады обошлось одесским налогоплательщикам примерно в 70 миллионов гривен, хотя на старте строительства планировалось потратить около 30. Оползни и постоянные укрепления замедлили сдачу объекта. И вот сомнительное чудо свершилось. Эстакада торжественно открыта. Пешеход и велосипед – единственное обозначение, дающее понять, для кого же предназначена эстакада. Но велодорожка никак не ограждена, нет специального покрытия, и, как говорят велосипедисты, ехать по ней крайне неудобно. Еще одно замечание от людей, что зоны отдыха, а те же самые лавочки, расположены со стороны велодорожки. Никак, честно. Потому что, смотрите, во-первых, плитка, она неудобная, да, то есть она потом разрушится через какое-то время, ты едешь, она будет трахтать. Потом, посмотрите, да, вот пешеход где, вот велосипедист, ты едешь, допустим, да, и там мама с коляской тоже так нужно объезжать. Но трафаретные рисунки на эстакаде никакой юридической силы не имеют. И теперь возникает вполне логичный вопрос, кто может передвигаться по сооружению, если соответствующих знаков нет. Кирпич, который останавливал бы машины, отсутствует. Других запрещающих знаков также не наблюдаем. По факту, велопешеходная эстакада – народное название, с которым вряд ли будут считаться любители автотранспорта. После открытия в сети появились фотографии, как эстакаду облюбовали первые автохамы. И, как мы видим, заехать сюда совсем несложно. Въезд открыт и припарковаться здесь достаточно просто. И вот я выхожу на эстакаду и вижу следы от автомобильных шин. Но, как говорят участники велоорганизации, запретить выезжать машинам туда никто не может. Конфликты могут возникать также у велосипедистов и пешеходов. Места мало и никаких разделений на зоны нет. Почему там нет знаков? Ее называют велопешеходной, велосипедной. На самом деле, сейчас у нее статус просто парковая аллея, на которой нарисовали велосипедик и человечка. Без знаков по правилам дорожного движения у нее нет статуса. От многих людей я уже слышал, что когда много людей, много велосипедистов, да, все не помещаются. Или это велопешеходная зона, или велодорожка, или это просто пешеходная зона. Если это просто пешеходная, там велосипеду ехать вообще нельзя. Если это велопешеходная, то по ней, в принципе, она как там метра два-три есть в ней. Ну, метра три есть достаточно. Если это велодорожка, то двусторонняя велодорожка должна быть минимум два с половиной метра шириной. То есть, в принципе, там она тоже входит. Но тогда, наверное, не хватит места пешеходам. Главная проблема, как говорят велосипедисты, нецелесообразная трата бюджетных средств. Ведь тратить столько денег на эстакаду, которой не пользуются, нелогично. Прямого подъезда с 10-й станции фонтана нет. Потому велосипедисты ездят обычным привычным маршрутом. Количество денег, которое было потрачено на эстакаду, это около 90 миллионов гривен, можно было потратить более рационально. Это построить нам 90 километров велодорожек по городу Одессе. Нет знаков. Подъезд к ней неудобный, затяжной, тяжелый. В основном, либо спешившись люди будут заходить, ну и либо мужчины, у которых больше сил. И третий момент, это то, что с 10-й станции непонятно, как на нее попасть. То есть, нужно либо с 12-й попадать, либо, приехавшим, опять-таки, по дороге под эстакадой, попадаешь, вот там есть такой небольшой подъем, попадаешь на эстакаду. То есть, с 10-й мы не имеем соединений, куча денег потрачена, 90 километров велодорожек, это лучше, чем эстакады. Если бы у нас было уже эти 90 километров велодорожек и плюс эстакады, ну окей, ну там, как аттракция, как для туристов. А так, нам непонятно, зачем. Изначально главная цель эстакады – это соединить Аркадию и фонтан и продлить трассу здоровья. Но камнем преткновения стал неудобный пандус возле жилого комплекса «Морская симфония». Как говорят общественники, там даже пешеходам сложно пройти, не то что людям с велосипедом. Вот смотрите, какой у нас широченный пандус, просто разъехаться 10 велосипедистов. Здесь, может, это была шутка и сарказм. Людей действительно тут проезжает много, но я знаю, что там на плитах дальше, там бег, точнее, проезд с препятствиями. Параллельно со строительством эстакады в плитык сооружали также многоуровневый паркинг. В проекте изначально его не было. Мэрские инженеры подстроились под растущие аппетиты бизнеса и вложили дополнительные деньги из бюджета, чтобы как-то обойти нависающий над эстакадой паркинг. Главное, что застройщик остался доволен. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.